Это даже не спектакль, говорит режиссер. Это прочтение и погружение в атмосферу событий 160-летней давности. На малой сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени Анатолия Васильевича Луначарского во вторник состоится показ работы «Письма Первой Крымской». Основа сценической композиции – реальные документы, письма, которые участники Крымской войны отправляли своим родным в Англию, Францию и Россию. Они и есть сценарии, и в них сами герои излагали мысли и чувства людей разных национальностей, которые схожи в том, что все они отправляются на смерть. Это не совсем обычный спектакль. В нем актеров я попросил не играть, и они сами это прекрасно знают, не играть роли английского офицера, русского. Это все есть в тексте. Понимаете, нужно, вот в этом спектакле показалось, нужно очистить материал от излишней изобразительности. Понимаете, довериться слову музыке, довериться чувствам и переживаниям тех людей. Задумка воплотить это на сцене возникла у автора 7 лет назад, а возможность появилась только сейчас. Репетировать артисты начинали в свое личное, нерабочее время. Постановка заинтересовала и тронула каждого, кто в ней участвует. И дело не только в театральной составляющей, говорит режиссер, а в том, что это часть нашей огромной истории. Ну как патриотизм начала войны отличается от патриотизма ее окончания? Что такое патриотизм, когда есть и кровь, и боль, и потери, и смерть, и утраты? Вот насколько он ценнее тех фанфар, тех летавров, которые раздаются в начале. И это проходят все. И русский офицер, и английский, и французский. Оказалось, что победа дается очень тяжелой ценой.